После того, как мы достроили землянку, нам предстояло много работы по ее ремонту. Но приоритетной задачей было построить домик на дереве, ведь уже теплеет и мы будем жить там, на высоте безопаснее и не так холодно. В планах было построить большой двухэтажный дом очень высоко, а также сделать канатную лестницу, чтобы никто не мог к нам забраться. Еще мы видели много диких животных, которые подходили к нам близко, поэтому решили сделать ловушки и словить зайцев, чтобы разводить их. Ведь на сталкерской базе нам предстояло жить еще очень долго. Что ж, спасибо абсолютно каждому, всем приятного просмотра. Блин, друзья, только что такое было, мы короче сидели за столиком, слышим в кустах что-то шерудит. Смотрим, вроде бегут собаки. Короче, сейчас же из-за пожара в Чернобыле бывает такое, что военные патрулируют леса с собаками. Смотрим собаки, думаем, ну все, гоплы к нам, словили нас, жесть какая-то. Смотрим, выбегает у нас два огромных зайца. Че, вот они куда-то туда побежали, я хватаю камеру, не успеваю снять, короче. Тут реально, в прошлый раз к нам олень подошел, в этот раз зайцы. Поэтому я вот подумал, а что если сделать какую-то ловушку на зайца? Если вы знаете, как делать ловушку на зайца, мне пишите в комменты, мы ее сделаем и слоим зайца. Потому что, чувак, я просто не ожидал, что такое будет, реально. Я реально не ожидал, что они так выберут, они, понимаешь, прямо еще на нас бежали. Да, на нас, а потом так, хоп, сворачиваются туда. Такие быстрые. Короче, да, вы пишите свои идеи пока что по поводу этой охоты, а я расскажу, что мы будем делать по поводу домика сегодня. Мне еще друг привез материалов, нам привезли наконец-то сменную одежду, потому что уже потеплело, уже в теплой одежде нереально ходить. Я чуть позже переделся, Сергей уже переделся. Смотрите, у нас с собой есть, мы наконец-то купили скворечник, мы его повесим, у нас здесь будет, возможно, какая-то птица поселится. Сделаем свет в землянке. Сейчас сделаем себе вон лешбище в землянке и, наконец-то, мы сделаем лестницу, веревочную лестницу, сделаем на второй этаж. В общем, смотрите, друзья, как я говорил, мне очень сильно нужна ваша поддержка, поэтому, кто еще не поставил лайк, не подписался на канал и написал коммент, все это вы можете сделать, положи его, мы потом его прибьем. А сегодня у нас реально много работы и, друзья, как я говорил, если у вас есть крутые идеи по обустройке базы, все пишите. Вот вы мне советовали накидать листья, я все сделал. Люк тоже сделаем, люк более прочный сделан, замаскируем его, маскируем соседью. Сегодня, в общем, у нас больше работы по второму этажу, поэтому сейчас мы здесь красоту делаем, подцепим скворешник, сделаем землянку и приступим за работу над домиком. Работать много. На самом деле, с вот этим всем строительством, я себя чувствую каким-то внутриигровым персонажем, который, несмотря на запреты, делает то, что он хочет. И вот этот весь процесс, ребят, мне напомнил игру NextRP. Здесь буквально можно делать все то же самое, что и в жизни. Например, ходить на работу или устроиться в полицию и бороться с преступностью. Если тебя это все не привлекает, можно сделать себе бизнесменом и гонять на крутых тачках. Либо же пойти в криминал и ездить на разборки, участвовать в опасных перестрелках. Помимо этого, ты можешь с кайфом провести свой досуг и отдохнуть на рыбалке или охоте после трудного рабочего дня. Кроме этой крутой симуляции жизни есть куча развлечений. Можете уйти тачки, туситься со своими друзьями и добиваться любых высот. Игра не имеет ограничений, в этом вся прелесть NextRP. Тысячи игроков ждут тебя в игре, поэтому не скачай на карантине, переходи по ссылочке из описания, качай игру уже сейчас. Увидимся на улицах Новороссийска. Слушай, Риги, а как думаешь, на какой высоте у вас сделать? Ну, думаете, это здесь, только наш круг снять, чтобы... А я вот думаю, птица поселилась на такой высоте, если мы будем? Да, думаю, да, без проблем. Друзья, как думаете, нормальная высота для скорейшника? Если что, мы его тут прибьем, если что, пишите свои знания, мы его потом перецепим, если вдруг это низко. Да, это не проблема. Да, просто пока что мы его здесь прибьем, он, знаете, даже больше для красоты тут. А ну, давай, сцепляй, попробуем. Вот тут думаешь? Да, думаю, где-то прямо так. А ну, пусти. Так, я смотрю, отлично. Это же очень неплохо, ты скажи. Ну, в принципе, да, прикольно. В общем, мы думаем на такой вот стел повесить. Вообще, скорейшники обычно выше вешаются, но он у нас тут больше, как часть интерьера, тут какие-то прикольные надписи есть на нем. Я не знаю, что они там значат, это вообще на швейцарском, когда друг мне его заказывал и сказал. Какой-то швейцарский скорейшник. Ты вообще веришь в такое? Ну, короче, бред. В общем, если что, мы его перевесим, если вдруг на такой вот стел плохо. А мы, тем временем, приступаем к землянке. Иги, смотри, просто сейчас мне подашь, я сделал свет, потом подашь мне карематы и гвозди. Потому что я, не знаю, я ничего лучше, чем забить этот, карематы гвоздями в пол не придумал. Да, поэтому сейчас подашь мне вот это все и карематы, потом когда я покажу. Ох, ребят, сейчас мы покажу вам, что в нашем бункере произошло. Сегодня мы сделаем лесенку, наверное. Да, потому что без лесенки реально неудобно туда спускаться, очень неудобно. Вот так вот прыгать каждый раз. Хопа. Подавай мне, пожалуйста, свет сначала, потому что здесь ничего не видно. Так ладно, ребят, здесь ничего не видно. Сегодня мы уже будем ночевать здесь. Сейчас я сделаю свет. Чтоб все было по красоте. И покажу вам, что будет. Так, свет мы вот тут делаем один. Вы мне писали, что профнастил может порваться. Я думаю, здесь какие-то дощечки делать. Ну, вы, ребят, пишите идеи. Это очень-очень важно. Вы мне очень сильно помогаете с этими идеями. Поэтому помогайте и дальше. Так, ну, тут лампа села очень сильно. Просто поменяем ее потом. Так, все, смотрите, вот такое у нас освещение. В принципе, просто на камере плохо видно. Глаза, ребят, привыкают быстро. И все, все хорошо видно. Иги, веник я забыл заказать на бутыне. Кидаем аккарематы. Так. Один, второй. Ну, вот так вот выглядит наша землянка. Я забыл купить коврик. Тоже закажу, наверное, у друга коврик. В следующий раз коврик нам привезут. В общем, смотрите. Вот здесь вот будет моя лежаночка. С той стороны Иги. У нас в землянке, наверное, сейчас градусов 15. Поэтому надо как-то ее прогреть. Что я им пришел в голову? Постелить вот там где-то. Ну, какой-то полиэтилен на пол постелить. Выкопать. Ну, даже, наверное, тут выкопать в стене дырку. Засунуть туда. Знаете, вы мне советовали бочку взять. Просто из бочки сделать буржуйку. Поэтому я думал, что вот отсюда, типа, все сюда шло в домик. Сделать как-то так. Ну, если есть какие-то идеи покруче, пишите все. Пока что у меня в планах вот здесь сделать дырку в стене. И поставить туда буржуйку. Вообще, смотрите, по землянке все. Мы сюда вернемся уже на ночь. Я вам покажу, как у нас проходит сталкерский быт потом уже. А сейчас мы займемся стройкой домика. Потому что, ребят, реально много работы. Максимально много. Я замеряю длину каната. Вы не пугайтесь, что он такой тонкий. В инструкции к нему сказано, что вот этот канат выдерживает 180 килограмм. По идее, если мы сделаем из двух этих ниток лестниц, она будет выдерживать 360 килограмм. Но я в этом не уверен. Сейчас проверим. Сейчас я замеряю длину веревки. Обрежу нужную. И покажу вам, как мы будем делать лестницу. Ребят, взял я веревку с запасом. Смотрите, мы сейчас замеряем палки, повырезаем их. Сделаем красивую лестницу. Как все будет готово, я вам покажу. Ну, вот такая идея пришла сделать веревочную лестницу. Потому что обычно лестницу мы отсюда спрячем. А веревочную будем поднимать наверх, чтобы к нам никакие мародеры, никакие вандалы не залезли. Даже если найдут эту базу. Но я надеюсь, такого не будет. Поэтому я координаты не полю. Не буду говорить, где она. Ну, попробуем пока что вот такую длину сделать. Сейчас, значит, я подвяжу все. Посмотрим, подойдет или нет. Если не подойдет, то сейчас сделаем одну ступеньку больше. Ну, подойдет, все нормально должно быть. Надеюсь. Смотрите, ты понял, я сделал сейчас, чтобы подвязывать. Да, да. Лестница готова. Сейчас будем ее устанавливать. Долго я вязал, долго пилил, долго рубил. Сейчас посмотрим, что с этого будет. Надеюсь, эта лестница обезопасит нашу базу. Потому что землянку можно замаскировать, будет еще сильнее. А вот домик так сильно не замаскируешь. Пигги, ты будешь первый испытывать. Хорошо. Вот смотри, я думаю, где-то здесь подвязывать ее. Да, хорошо. Да, неплохо. Ладно, друзья, сейчас подвяжем, да, испытаем это все дело. Надеюсь, не будет потом. Да, да, да. Мне на самом деле очень страшно на эту лестницу слазить. Так что, если что, не поминайте лихом. Иги, мне страшно, что я сделал. Да, мне тоже. Аккуратно. Я все еще живой. Так, аккуратненько. Держится? Она держится, она по идее должна 360 килограмм выдерживать. Главное, чтобы узлы не развязались. Не, узлы я так завязал, что они не развязались. Ты просто понял, она пружинит очень сильно. Угу. Знаешь, чем прикол таких лестниц? Укрепить, улучшить, пишите мне в комментарии, потому что все-таки она шатает. Знаете, такое ощущение, что на каком-то корабле в шторм плывешь, потому что лестница реально... Просто практика нужна. Ходунком ходит. Вуаля, в чем проблема? Лестница уходит в ту сторону? Да, 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 вижу. Поэтому надо ее как-то закрепить снизу. Согласен. Сейчас мы что-то придумаем. Единственное, что до чего додумались, сделать вот такую вот лесену. Лесену. Она не шатается уже так сильно, как я уже как на штормящем корабле не нахожусь. Смотрите, как это выглядит все. В общем, сейчас покажу. Да, вот так вот это все выглядит. Не очень-то удобно. Но, по крайней мере, мы не переживаем, что нашу базу ограбят и что-то сделают. Вот так вот она раз на день привязывается, пока мы слазим туда-сюда, она поднимается наверх. Это отвязывается и поднимается наверх. Если у вас есть какие-то идеи получше, как это можно реализовать, пишите в комментарии. Лестница у нас забрала где-то полчаса времени, потому что пока все спилишь, пока наделаешь. Сейчас. Значит, кто у нас план дальше? Дальше нам надо доделать пол. Начать делать стены в домике на дереве. В общем, домик на дереве, на самом деле, я вам скажу, строить куда сложнее, чем землянку. То есть, землянку ты копаешь, ходишь, пилишь пеньки ненужные, спиливаешь. А вот с домиком на дереве посложнее. Новые бревна, вот, как видите, здесь лес он такой более старый. Здесь эти молодые кусты, они очень маленькие, а деревья сами большие. Поэтому вот нарубить у таких бревен не получится тонких. Поэтому, я не знаю, вариант попробовать сделать, как я говорил, попробовать сделать пол из вот этой всей фигни. А потом я уже друга захожу в фанеру, мы сделаем нормально стены из фанеры или, знаете, из профнастила. Ну, не из этого агроволокна, а из нормального профнастила. Кто знает, что такое профнастил, поймет. И вот, по крайней мере, доделать пол сегодня. Ладно, давайте я вам покажу, как это все происходит. Работы много. Работы много. Знаете, что самое сложное? Вот это брать сверху и все его подпиливать. Оно так неудобно, скажу я вам. Но надо сделать, чтобы оно было одной длины. С бензопилой было куда попроще. С бензопилой был. ребят я вот это все пилил наверное час я не знаю вы помните как я прошу раз быстро бензопилой спилил а тут прям такая жесть вручную перед вами сейчас укрепим пол и в принципе готова фух ну что ж в принципе пол готов смотрите все отлично выдержит мой вес я вешу 90 килограмм все отлично как я говорил ребят пишите как мы сделаем пол лучше всего накрыть его агроволокном закрыть все эти дыры хотя мне кажется агроволокном будет идеально давайте накроем я вам покажу как это все будет а стены мы уже будем делать не из-за агроволокна и с фанерой ну вот если как есть идея утеплить это все давайте все в комментарии все читаю ребят фух надеюсь надеюсь сегодня успеем доделать домик смотрите это уже реально остается на что-то похоже получается вот домик у нас накрыт агроволокном стены мы сделаем или из профнастила или из фанеры в общем если у вас есть идея покруче пишите я вот думаю знаете если вам интересно что я построил второй двухэтажный домик на дереве ставьте лайк потому что мне кажется что реально будет круто сделать знаете двухэтажный это будет что-то необычное потому что одноэтажный это будет какая-то знаете маленькая такая коморка а если на втором этаже сделать побольше домик то будет круто поэтому если вам нравится эта идея ставьте лайк и пишите как это можно реализовать я пока что наверное сделаю балки и начнем делать крышу потому что переселяться мы еще не будем пока что все время начнем здесь потом я уже планирую переселиться домик на деревья потому что ребят на улице классно тепло посмотрите как красиво там вообще какие-то деревья я впервые вижу в лесу обросли какие-то цветущие деревья может облепиха какая-то или что там сейчас цветет без понятия может дикая черешня фиг его знает так вот ну вот так вот все это выглядит реально смотрите становится очень очень красиво потому что такая лестница она она знаете более гармонирует с этим домиком на дереве согласитесь чем эта галима деревянная здесь мы наверное сделаем тент какой-то ну что можно было нормально проводить время и вот смотрите давайте подумаем про зайцев про животных я не знаю сейчас охота ну по-моему по-моему она сейчас в запрете если не ошибаюсь но мы слоем зайца просто знаете слоем это же будет круто слоить зайца посмотреть как они тут выглядят они реально здоровые чернобыльские зайцы поэтому кто знает как делать ловушку а напишите мне в комментарии ловушку мы сделаем где-то здесь и какую приманку стоит брать на зайца что вот дерево неплохое оно уже обречено как можете видеть вот там оно ломилось наверное ветром сломило поэтому мы возьмем вот эту вот прямую ветку ее можно будет использовать для крыши потому что надо мне две балки для крыши есть а теперь как-то и сверху надо отломать а простите по камере палкой зарядил так а теперь как бы есть в принципе две балки есть для крыши мы сейчас пойдем с вами сделаем крышу да заодно посмотрите как база сверху выглядит будем делать стены стены сейчас я скажу почему проблематично делать сейчас поднимусь и объясню почему стены будут реально проблематично сделать поднимем просто доски сейчас доски бревна человек досками называю сейчас мы закрепим друзья вам покажу как это будет база выглядеть бы это конечно здорово взял широкая на широкую она какая-то надо было брать более косую и вторую ребят стены мы сделаем как в прошлой базе ну никак не из этого агроволокна сделаем их из как вам объяснить короче вот тут снизу будут такие балки мы зальем все монтажной пеной чтобы не задувало а сейчас я забью балки покажу вам как это все будет выглядеть когда она будет готова фух чувак я так устал мы работаем от силы на пять часов друзья я знаю из вас многих делал статковскую базу напишите за сколько вы делали ее вот мы вот землянку ушло два двое суток ушло на землянку ну и грубо говоря день ну хорошо два дня не суток а два дня на землянку и день пока что этот весь домик потому что поиск все как вы делаете пишите в комментарии ребят смотри фиги боится высоты чувак я испытывал она смотри ты 80 90 стрива держи все хорошо ну блин бери смотри надо что ты взял подошел к тому краю стрива за краю она более надежно держится и подержи на уровне не иди к краю да краю еще сильнее подади к краю еще сильнее подади краю должен был там держать реально ты меня позоришься буду вашего база фигово держит я скачу и нормально выше подми выше смотри должен поднять на уровне этой балки понял так в принципе в принципе все отпускай можете это присесть на краечку чтобы не так страшно было ребят смотрите база держит двоих я не знаю что иги боится ну друзья как то так осталось эти балки закрепить и в принципе ну вроде прикольно чувак крыша вот у косты да очень любят красиво посмотрите просто ковид из леса как вы что же второй этаж делать или не я просто прям не за очень вот здесь как-то лестнице да ребят смотри сиди оставьте лайк как я говорил а вот здесь будет лестница смотри вот тут будет комора знаешь кладовая лестница здесь выход на второй этаж какая-то вот такая концепция ребят ладно человек может пускаться я тут сейчас сам укреплю сделаем лесенку в бункер и будем делать пол ребят решили упростить себе жизнь и наконец-то сделать хоть какую-то лесенку потому что в этот бункер нереально спускаться так будет реально куда попроще смотрите вот так вот по лесенке взял и гирян так попроще тебе скажу принципе нам осталось чисто знаешь вельник купить по по заметазе все и все будет шикарно к счастью знаешь что в этой новой землянке полки не заводится прикинь поиск только в прошлом было так ребята ну смотрите реально попроще надо уже прыгать как ван даму круче ребят не берете уже 7 часов где-то через час уже будет темнеть у нас смотрите что мы сегодня сделали сегодня мы реально сделали много работы ну вы можете видеть уже концепция базы будет такой классный двухэтажный домик минимум если получится даже может быть трехэтажный ну если вам конечно нравится такая идея как и говорил ребят делитесь крутыми идеями по поводу базы смотрите здесь реально чем много чего можно сделать мы это делаем землянку сейчас спустимся покажу как там следующий раз я сделаю стену и крышу в домике поэтому я надеюсь вы ждете продолжение мне очень нужна ваша поддержка ваши идеи ладно чувак давай наверно спустимся в землянку я уже расскажу в принципе дальнейшие наши планы действий и что мы будем делать сегодня слушайте а реально с лестникой попроще намного сейчас я свет включу ничего не видно вообще ничего не видно Виги пока что можно не разбываться потому что мы забыли веник ну в следующий раз позаметаем как тебе вообще здесь очень прохладно надо сюда же печку организовать смотри как я говорил ребят моя идея сделать там печку вот там внутри я думаю классный день как тебе ну там вырезать стене да как я говорил ребят если есть крутая идея поддержите это все мы по укрепляем не переживайте землянка не засыпется все будет хорошо в общем осталось нам ну лично у меня в планах достроить домик на дереве он будет реально очень крутой это уже увидите в следующей серии давайте я вам сейчас и кстати на карематах куда тепле лежат чем здесь да реально ребят карематы не пропускают холод поэтому я думаю мы сегодня начнем здесь спальники возьмем да ребят хотите в общем чтобы я еще снял вам отдельный видос 24 часа как мы выживаем на сталкерской базе в общем я это сниму когда будет уже домик на дереве готов но если вам интересно поддержите ролик напишите в комментарии да хочу если нет то нет снимать чисто строительство давайте голосуем ладно давай выйдем я расскажу что дальше будем готовиться к сну к ужину мы тут живем ребят как я говорил пишите какая у вас ситуация с коронавирусом в ваших городах у нас жесть дома делать нечего поэтому мы живем себе в лесу тут классно природа тут людей нет в этой ограниченной зоне что же на этом я буду заканчивать ролик друзья реально смотрите вроде бы вы можете сказать толком ничего не сделали но мы сделали пол мы сделали основы для крыши я надеюсь вы ждете продолжение поэтому я попрошу вас поддержать данный ролик лайками комментарии ребят пишите что угодно важно как можно больше комментариев и лайков набрать давайте наберем 100000 лайков 10 тысяч комментов пишите свои идеи по поводу базы делитесь роликом с друзьями так и говорю давайте спасем мою канал спасем этот проект если вам он интересен подписывайтесь на мой инстаграм ребят моем инстаграме как я говорил выходит тизер как выглядит база как она получится намного раньше, чем на канале. Поэтому обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на телеграм, на ВК, если вы еще не подписаны на канал. Что ж, друзья, в следующий раз, как я говорил, вы видите уже готовый домик на дереве, по крайней мере, первый этаж. И по землянке все. Она будет полностью как жилой дом готова. Поэтому я надеюсь, вы ждете. Вам нравится этот проект. Спасибо вам за вашу поддержку. Скоро увидимся. И, ребят, смотрите, вот у Иги, у него на канале 93 тысячи. Ему не хватает 7 тысяч подписчиков до 100 тысяч. Давайте вот, поскольку посмотрели мой видосик, придете к нему на канал. Он снял тоже крутое видео. Посмотрите его видео. Подпишитесь к нему на канал. Давайте добьем ему 100 тысяч подписчиков. Ссылочка будет в описании.